К таким вещам он не понимает сути тогда. Если вы действительно идете этой дорогой и пошли этой дорогой, то здесь важно понять одно, что трава – это не только плод знаний и плод интеллекта, это еще плод духа, прежде всего духа. То, что Господь создал, это чистота. И с чистым сердцем это можно делать. И ты сам должен стать молитвой, скажем так. То есть это, может быть, очень красиво звучит, вроде это так, напыщено как-то где-то. Поверьте, это действительно так. Потому что изначально я всегда говорю – чистое тело, чистые помыслы, молитва, просьба о благословении. И вначале, может, своего пути действительно, скажем, это будет вот именно вот в эту сторону очень-очень много. Потом придет время, когда я говорю только могу о своем опыте. У меня другой опыт и нет. Потому что у меня начинается день так. Бывает очень жарко, особенно если это средняя Волга, там есть несколько трав, которые мы собираем там, мы наедем там в область рискованного земледелия или условного земледелия. Будет то, что будет, не будет, земля отрезкается, как в Австралии, практически буквально. Но и трава уникальна, по своему составу. Почему? Потому что по своему действию, по энергетике. Вот слово опять из этой, из этой цели. Я издалека начинаю. Начинаю тоже. Просто получается так, что трава, проходя вот эти все фазы своего развития, экстремальную фазу, она приобретает совершенно необычайные свойства. То есть она выживает. И, естественно, представьте, какая у нее иммунная система. Конечно. То есть мы говорим о том, что и концентрация активного действующего вещества в такой траве будет, естественно, очень сильно отличаться. Вот сейчас мы ехали в машине, о чем говорили, о том, что лето не было, да, Саша сказал. А у нас было лето. Но у нас было в другом плане. То есть то, что нет лета такого, как принято отдыхать и где-то в животе греть, я такого не помню. Я уже лет 25, вообще не помню в своей жизни, 27, наверное. А вот так, чтобы так получилось, что мы переезжали из одной зоны в другую, и нам очень сильно везло. Дождь идет 4 дня, 3 дня нет дождя, мы успеваем очень много. А где-то вообще, вот там, где у меня аптековский огород, дожди лили каждый день практически через день. И если бы я только в Калужской области собирала, а мы часть собираем там, я бы, наверное, без травы осталась. И благодаря тому, что вот мы ездили, это и Кавказ, это и Карелия, это по Волжье, это по Курлей, Калояр, то есть такие места, скажем, чудные, это Белозерия, заповедник Белого озера. То есть я хочу сказать, что мы успели все, и успели в таком качестве чудесном. То есть вот такие вот моменты. И что я вам хочу сказать, иногда бывает так, что жара такая стоит, извините, на почве 50 бывает. И тогда мы просто встаем очень рано, нужно в 3 встать, потому что выехать в 4 из дома, пока нет жары. Успеть до места доехать очень далеко, и едем там 1,5-2 часа для того, чтобы доехать. И все равно утро, какое бы оно ни было, обязательно утром я читаю. Мы все люди разные, разного мира исповедания, мировоззрения совершенно разного. Но для меня это совершенно как воздух. Утром встать в любом состоянии, я устала, не устала, выспалась, не выспалась, обязательно Евангелие. Когда там в Руси Оптинске великий святой сказал, открой и прочти строчку, и иди с этой строчкой в мир, с этой жвачкой, как он сказал, и уйди с этой жвачкой в мир. Это означает, что там вот, пусть в твоей голове, в твоей душе, в твоем сердце все это варится, преобразуется. И как он прав тысячу раз, потому что бывает так, действительно прочтешь, иногда оторваться невозможно, и строчка уже не пахнет. Думаешь, боже мой, вот вот прикипел бы и не уходил, а пора ехать. И вот ты уходишь, собираешь траву, и вдруг включается вот эта самая строка, и вдруг эврика. Ты действительно иногда оглядываешься, люди делают, я хочу поделиться, потому что пришло то, что ты не понимал в обычном состоянии. Вот оно есть и все. Это некое откровение. И вдруг ты понимаешь, а что было бы сейчас, если кто-то оказался рядом. Ты ничего не сказал, потому что это непереводимо на язык слова. Потому что в духе то, что рождается, оно непереводимо. Это только твое и твое сокровенное, то, что Бог тебе дал в этот момент, скажем так. И вот что это все дает вообще? Получается так, что собирая траву, что вы поняли, зачем это вообще все. Но за тем, что, во-первых, человек пришел в этот мир для того, чтобы преобразить душу свою делами добра. Для того, чтобы... Это, в принципе-то, это самое главное, то, что путь к Богу человека изначально, откуда он ушел, вернуться в отчий дом. Но пути-то у всех разные у нас, понимаете как? И вот пути иногда настолько заковыристые, такие, что угодят совершенно, скажем, так далеко от Бога, от правды, от самого-самого насущного. И вот для меня трава – это инструмент, инструмент познания Бога. Потому что благодаря траве родился вот мой путь, настоящий путь. Вот я так считаю. И ушло многое с того, когда я говорила, что, ой, если ты меня отлучишь от трав, я умру. А потом пришло время, когда я научилась, я прошла очень тяжелый путь испытаний. И Бог подбил меня к тому, что я сказала такие слова. Они родились. Господи, если ты меня отлучишь, мне будет очень жаль, очень глубоко. Потому что для меня здесь ты. Но я приму все, лишь бы идти за тобой. Вот как ты не скажешь, я приму твою волю. И какова бы она ни была, это будет твоя воля, и только твоя. То есть это уже родилось другое. Нет привязки, нет конкретных. Вот есть путь, который Бог укажет, и ты пойдешь этим путем. Все. И родилась легкость, родилось счастье, родилось то, что называется Божьей волей. То, что по-настоящему делает человек человеком, скажем так. Когда слышат в сердце голос Божий. И идти на голос его. Самое главное. А сказано как в Евангелии. Овцы слышат голос пастыря своего и идут на голос его. И вот что интересно касается, когда вот Наташа говорит, надо снять опять презентацию, надо что-то. Я говорю, наверное, может быть не надо, по той причине, потому что, я думаю так, потому что достаточно там фрагментов есть, презентации каких-то кусочков из лица. Мне кажется, человеку, который пойдет этим путем, который услышал край, он своего услышит, и свое услышит, ему достаточно будет. Кто-то скажет, вот мне бы еще три, я, может быть, решил бы идти, не идти, надо, мне не надо. Я считаю, вот свое ты услышал, как когда-то у меня было, я, наверное, ушла от темы совершенно, но все, наверное, вот так вот предопределено, что ушло совсем в другую сторону. Детки были совершенно маленькими, а я занималась тестом. Раскатывала тесто. Это было много-много лет назад, детям уже 36, старшенькой. И вы знаете, как в радио там тихонечко-тихонечко динамик. Что там бурчало? Я не слышал. Но вдруг вот это бурчащее, возник тембр некий такой, что я в этот момент бросаю скалку, она у меня летит, тесто с этой скалкой, я бегом вот к этому радио, что возникло? Какой-то некий тембр, сигнал какой-то. Там в душе кто-то меня позвал. Я выкрутила до отказа буквально этот барашек радио, так плохо работал, и припала, и припала. И я прослушала, не отрываясь 20 минут, обливаясь слезами. Это был голос Александра Вени, может быть, слышали, у вьенного пастыря, очень-очень-очень освященник, который был совершенно удивительным человеком. И вот так случилось в жизни, что он мне очень помог в свое время, хотя до этого в моей жизни был уже Сергий Радонежский, который, я считаю, по-настоящему привел меня к Богу. Именно Сергий Радонежский, мой святой. А здесь уже Александр Мей, который сделал этот путь уже более осмысленно тоже и определенным, потому что он был современником, вот живым человеком, несущим веру. Видите, как? Поэтому все удивительно, ну, может быть, даже действительно очень просто, как и Анна Кристианкин говорит, где вообще все просто. Там, где просто, там ангел просто, а где сложно, там ни одного. Поэтому это действительно так оно и есть. Поэтому если услышит человек фрагмент какой-то, он почувствует сердце. Но если ему дано, он бросит все и придет. И еще хочу сказать, на этом пути много людей не бывает. Я, наверное, очень разочарую, может быть, и Наташу, когда она очень, она настолько сама приникла к травмам, она прониклась. Ей так все это любо-дорого и к сердцу, и Саше, и Наталье. Им очень хочется ввелить единомышленников рядом. И я их понимаю, потому что это великое счастье. Но все время хочу сказать, ребят, на этом пути много быть не может. Потому что это очень сакрально. Это очень, не много, это не может быть. Потому что в Господе, опять, в Евангелии есть все вопросы. Да, есть все ответы на вопросы. Когда сказано, не ходите широким путем, которым идут все. Ибо широкий путь – это путь к погибели. Ищите узкий путь. И Господь не сказал, пойдете за мной, у вас будут дюки жареные на заборе сидеть. Он так не сказал. Он сказал, в мире скорбно любите. Скорбно. Он не обещал, он ничего, золотых гор никаких. Он сказал, будете работать. И будете страдать, и будете скорбить. Но, к счастью великому, он сказал еще что. Да любите друг друга. Да радуйтесь, люди. Я принес вам радостную весть о преображении. Представляете, какой чудик. И заповеди блаженства дал. То есть я хочу сказать, это уже новозаветное. Поэтому у нас такой путь чудный, абсолютно счастливейший. И я могу сказать, что я очень счастливый человек. Я делаю любимейшее дело. И недавно внучке была в школе, где говорила с детками. Так уж получилось. И сказал так. Ведь дети сейчас очень хотят. Они очень много видят. И хотят блестать, быть богатыми. Видят шоу-бизнес, как это все феерически, красиво. Им тоже очень хочется легкого чего-то. Они уже с молодых ногтей пытаются. А я им сказала так. Ребята, вы знаете, я очень счастливый человек. Перед вами счастливый человек. А китайцы где-то, я прочитала, сказали так. Если ты найдешь себе дело по душе, ты не будешь работать ни один день. Действительно получается так. У меня совершенно недавно, я вдруг эту фразу вспомнила воочию. Потому что уже ночь спустила, было темно. Я на аптекарском огороде. Работала до изнеможения. Фермер, слышу, кричит рядом, у кого мы арендуем вот эти три дома и земли. Он кричит, Викторовна, ты что там делаешь в темноте? Я говорю, Сережа, работай. Ну сколько можно? Да что ж, слушай, это уже просто невозможно. Как же я ему могла сказать, что в этот день возникали такие состояния потрясающие, когда мне хотелось от полноты любви и радости упасть просто. Просто упасть и плавать от счастья. Девочка, а почему ты плачешь? Не знаю, от любви. Потому что так прекрасно. Потому что, кажется, вот умереть готов от счастья. Это полнота такой радости. Когда ты в Боге. Когда, наверное, ну не знаю, самые высокие состояния души, любви, людей между собой, мужчин и женщин, детей, родителей. Вот это все, все настолько прекрасно. И вот если у вас действительно любимая работа, если это связано еще так, что душа ваша преображается делами добра, то тогда вы на своем месте, вы тогда счастливы. Вы каждый день проживаете жизнь настоящую, в прекрасном светлом дне, полном любви. И тогда я хочу сказать, судя вам, по тому, как у меня, ну я переношу любые нагрузки. Посмотрите, какие у меня руки. У меня очень узкие запястья, очень. Но я работаю столько, что мне кажется, что, ну, не каждый мужчина выдержит. А иногда, знаете, как бывает, вот лес, нужно вот до машины пройти очень далеко. Не проедешь, машина останавливая, собираешься, берегаешь, вот тут же вот в поле дымянку вяжешь. И там рытвенный трактор-то проходит очень далеко, все спаришь, резиновые сапоги. И вот нужно вот эту простыню, либо пододеяльник, на чем этот огромный, двухспарник. Представляете, вот этот вот тюк тебе нужно каким-то образом на спину закинуть. Ты и раскачать не можешь, кто бы тебе мог его на спину закинуть. Думаю, ну как же это, наконец вот закинул и идешь, бамс, каждый раз обрытый на позвоночник. Идешь и понимаешь, что все, ты уже не можешь, вечером вот вытеклочится от боли. А тут счастье. И вы знаете, выделяются энергию действительно такого порядка высокого, что вот это счастье гасит боль в позвоночнике, гасит. И ты вечером в душ переваливаешься кое-как, уже просто зайти не можешь в копейку. А душа поет. Душа поет. Я очень вам всем желаю вот именно счастья, потому что если вы делаете любимое дело, ну вот вы живете тогда. Вы живете. И тогда вот эти все состояния, обряды, вот ответ на ваш вопрос так издалека, Наташа, вот эти все обряды. Какие обряды? Вы поняли меня? Вот высшие обряды. Это связь. Это связь с Богом. Это любовь. Тогда над вами раскрывается невидимый зонтик, который хранит вас вообще, я не знаю, от всех зол, от всех бед в этот момент хранит буквально. Как вот говорят, иногда целители спрашивают, а нужно ли защищаться от пациента, если вот пришел, значит, клиент или пациент, вот у них там вот и болезни, там все, работают больными людьми. От кого защищаться от Бога? Ведь если между вами Бог, тогда если, ну все, вы тогда защищены полностью. А если любви-то нет, то чего? Зачем делать-то это тогда? Тогда ни человеку вы не дадите, и вы только вред принесетесь, потому что очень много вреда тогда. Так только вы подумаете о том, что вы боитесь, и о том, что вы не даете себя полностью человеку, между вами все, барьера. Любви нет, а нет любви, нет смысла тогда. Вот вам и все обряды тогда. Поэтому какие обряды? Да, есть, когда мы говорим, что мир, тонкий мир, он есть, он здесь. Самое интересное, мы его разделяем, разделяем своим несовершенством. Нет разделения между тонкими и плотными мирами, на самом деле. Разделяем мы его сами, свое духовное несовершенство, абсолютно, тем, что мы раздвигаем вот эти вот границы, скажем, между плотными мирами и тонкими. Но разделительный барьер он рухнет, если у нас любовь. И тогда в сотые доли секунды между вами и растениями разникает связь. Это очень интересно показать, когда сын был маленький, а он практически с младых ногтей в поле с нами, Артем, то получалось так, что я ему говорю, вот ты соберешь там траву и приди ко мне. Не, помоги. Он был еще маленький, он собрал и приходил ко мне. А я работаю быстро, он подходит и тоже встает и начинает протягивать речку и кричит, ай, ой, мне больно. Мамочка, а почему тебе не больно? А почему мне больно? А потому что я с ангелами, ну я, конечно, перевожу на свой язык и говорю, я с ангелами работаю, а ты один. А как это? А потому что это любовь. Я говорю, посмотри как, вот я собираю очень быстро, двигаю руками очень быстро, в сотые доли секунды я касаюсь растений, и вот в эти сотые доли секунды происходит чудо. Это любовь, это разговор, вот когда надо говорить с растениями, надо или нет. Я хочу сказать и да и нет, но это всегда будет разговор. Как это нет и там, как вас понять? Вот совсем недавно, когда я вам говорила, что хотелось просто упасть на землю, заплакать от любви, потому что это было невозможно, вот села просто, сижу и леву. А что это означает? Потому что разговаривала. Перед этим засуха были дожди страшные, столько заливало, а потом прям какое-то вот количество времени засуха началась. И я думаю, надо отливать, надо все отливать буквально. А там лафан срезали уже, и чтобы он уже порослю оделся, вот холодом, нужно это отлить обязательно все. И вот я столько стояла, что уже до состояния не могу. И тут все пока громадено нужно пройти, шланга, все это поливать. Все это не продуманная система, конечно. Вы знаете, уже сумерки спускаются, а я разговариваю. Потом уже на монарду перешла, миленькие мои, хорошенькие, вы меня простите, я вас все время бросаю, уезжаю, ну я так люблю вас. Миленькие мои. И вот это вот состояние любви, которое, знаете, все одевают, и я слышу, что они не слышат, абсолютно. Вот вам разговор, вот вам общение. Да, это конкретно общение. А вот это общение, когда я сыну говорю, вот сотая доля рука, секунды двигается, это тоже общение, это тоже разговор, но тончайшего плана, совершенно другой волны. Это скорость, это выше скорости света, как часто говорят, потому что вы слышите, все, это в синергии, мгновенно. Не успела коснуться рука, уже ответ пришел. И поэтому нет вот этого состояния, когда растение колет, понимаете как? Все это любовь, это любовь. Я хочу сказать, что в этот момент и колючки совершенно другие, абсолютно. Вы в состоянии другого. Вы перешагнули вот эти плотные моменты. Абсолютно. Ну, наверное, я ушла очень далеко. Я просто хочу сказать, что в любом деле, я вам хотела сказать, есть самые высокие состояния. Состояние любви и радости. И к этому надо идти. Потому что только рождается тогда настоящее. А это можно в любом деле действительно иметь. Поэтому, скажем, обряды и все остальное, скажем, оно имеет место быть, оставим тем, кто так считает. У нас совсем другое. Наш единственный обряд – это любовь. Иногда включается молитва сама идет, словесная молитва, когда собирают раз. Идет, 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 вот хочется сердцу, поет сердце. И молитва идет из твоего сердца. Иногда вслух. Иногда бывает так, что, знаете как, сердце говорит «нет», кричит. Вот ты молишься словами, а сердце говорит «нет». Не дошло. Ты еще раз «нет», сердце кричит. И ты раз, тот же ученаш, сокращаешь, сокращаешь, сокращаешь. «нет, нет, нет». И вот остается одно слово «отче». Из молитвы остается слово одно «отче». И вот ты просто закрываешь это слово, идет оно у тебя «отче», ты собираешь «отче», «отче», «отче». И все. И в этот момент, кажется, все произошло что-то невероятное. Любовь. Слезы опять крадут. И ты понимаешь, что ты в состоянии какой-то невесомости просто. Вот. В этот момент как раз рождается, наверное, и в травах то, что мы говорим, что главное не потерять то, что Господь нам дал. Потому что, наверное, вам рассказать надо то, что потом происходит. На конечном этапе. Это вот этап, когда мы собираем. Когда, например, мальчишки собирают таву, на поле мы все собираем, а внуки приезжают, все собирают. А раскладываем простыни в прохладе, в тени деревьев. И вот приносят и высыпают корзины на простыни. Мальчишки высыпали, я прибежала. Они высыпали и убежали. А у меня вот так все дыром кожа встает, я слышу, как растениям жарко. Как им плохо. И я быстренько, миленький мой, хороший, сейчас, сейчас, вот сейчас. Сейчас все будет хорошо. Опять любовь, понимаете, опять контакт. Все. И вот сколько раз это произойдет. И что происходит, когда приходит время. Вы же сколько раз касаетесь, потом расстилаете, перестилаете это все. Потом вот это убираете на, значит, на хранение все. И вот приходит время, когда день черт наступает. Отработка сборов, это самое такое вот время. Ну, а потом, конечно, когда вы сборы делаете. Отработка, это означает, что, ну, вот растения, они же бывают собраны и крупными, скажем, частями, и мелкими частями. И только листья, и только цветы, а бывают веточками. И нужно переработать. Это вот то, что, то есть измельчить ровно столько, сколько надо. Те части, которые вам нужно. То есть, и все это уже пойдет на сборы. И вот, когда наступает время, когда вы делаете сборы, вот я ставлю короб такой огромный, вот такой огромный короб, вот, на шести табуретках он у меня стоит. И вот я начинаю закладывать туда частями травы. Мне уже не нужно сколько частей, ничего, это я делаю. Это части пока нужны, к счастью, моему сыну. Что он пока частями делает вот так. Я пишу, сколько частей, чего он это делает. Но придет время, когда ему листочек тоже будет не нужен уже. Потому что ты знаешь. И когда-то мой муж сказал так, что наблюдал за мной, когда я делала сборы, говорит, а почему ты положила в этом году тысячелистника меньше частей, чем в прошлом году? У тебя в этом году три части, а было четыре, допустим, или две и три. Но я говорю, посмотри, по идее нужно так. В этом году какая инсоляция, сколько солнца растений получили. В этом году, в этом сборе это будет лишнее. Ты по частям можешь вот таким вот образом это все регулировать, исходя, потому что слышишь всей своей сутью силы растения. Вы понимаете? Вот этому научить. Вот мы с вами, как можно этому научить? Я вам хочу сказать, к счастью, уже можно научить. Потому что в процессе, вот моя группа Ипермская 11 лет. К счастью, уже очень многое получается. Когда мы по нозологическому ряду разбираем, когда говорим, вот такой сбор, вот так, части, части. И вот тут начинается Светлана, там Лена, все, Дима, называют все части. Все четко называют, они понимают, они уже чувствуют это все, они травмники. Понимаете как? То есть это уже возможности как бы ощущать растения. Все. Они в поле, они уже делают, они все это понимают. Вот поэтому приходит это. Приходит это с опытом. Приходит это с опытом, конечно. И вот к чему говорю, что вот эти наши состояния необыкновенные, любви, которые вот на поле, во время сбора, пока все это перебирается, перерабатывается, выливается в то, что однажды было так, что я не успела просто отойти от короба. И вот это напряжение растет, растет. Ты перемешиваешь, сколько раз эти руки касались. Сколько раз, сколько там любви, сколько там вообще волна какая идет, вибрации. И я не успела, я не смогла, то есть тело физически не смогло на русский язык перевести очень грубно, переварить это все, пережить это не в состоянии. И в этот момент я просто вот разразилась слезами прямо вот в этот короб. Просто расплакалась. И ушла, упала вот так вот, стол громадный такой у нас для раскладки растений тоже был. И я, все ребята вышли, ребята вышли, понимая очень тонко, что со мной происходит. Потому что спроси, что, ты готов в этот момент умереть, это счастье. Ты отчего, ты умираешь от любви? Это опять любовь. Не выдерживайте сердце счастья. Вы понимаете, сколько напряжения высочайшего уровня невозможно просто. Вот, и потом это ляжет сюда. Вот я почему говорю, что если бы сделали правильно, это будет целение. Это будет работать. И самое интересное, чем тоньше вибрация человека, который пьет эту траву, тем точнее произойдет это соитие травы человека, внутреннего составляющей. Потому что такие случаи удивительные были, когда, видите, как у нас разговор пошел в совсем другую сторону. Наверное, время пришло, да, чтобы рассказать об этой стране, видимо. Потому что мы никогда вот так не говорили. Ну, временами, ну, частями там я что-то рассказывала ребятам. Потому что однажды приходит женщина, приходит женщина и говорит, Елена Викторовна, да, пришла она ко мне по поводу здоровья своего. И выяснилось, что стресс пережила страшно. Погиб сын, 33 года, на ее руках. И все это было пережито страшно. И не приняла она. Ну, какая мать примет смерть? А с другой стороны, если ты не принял то, что произошло, то есть здесь уже вера, к которой она пришла, для того, чтобы принять, для того, чтобы принять Бога в сердце, по сути своей. И это состоялось, это состоялось. И вот однажды она пришла, купила траву у меня. Прошло какое-то время, она звонит и говорит, Блин, это что со мной произошло? Что? Я сегодня была в храме на службу. Пришла оттуда, думаю, надо достать траву, перемешать, перетереть и начинаю принимать траву. Я открываю пакет и начинаю задыхаться. Я ее слушаю по телефону и думаю, аллергии на моей травме нет обычно. Что? Я-то думала от аллергии, она начинает задыхаться. Что случилось? Она говорит, я задыхалась от любви. Я говорю, вы меня знаете, а вы помните Никулина Шульдины? Я вот так, так, резкий, извините, переход такой. Что вы хотите сказать? Она говорит, а помните, там у них на сцене в цирке слезы. Вот брызгали, далеко-далеко. У меня слезы, я увидела, они мимо пакета. Вот так они у меня брызгали. И вы знаете, я плакала, я любила весь мир. Что со мной происходило? Мне было так хорошо. Это была какая-то невесомость. Я любила весь мир, я поняла, о чем она. Потому что мы переживали с ней одно состояние. Понимаете как? Вот как. Или, ладно, это вот женщина, но это алкоголизм. Когда женщина пришла, я сказала, вы знаете, я хочу сказать, что у меня будет есть постыдная тайна. Да что же постыдная тайна-то у вас такая? У меня очень маленький ребенок. Я очень хочу быть здоровой, чтобы вырастить. А мне очень много лет уже, то дела поздно. Но у меня есть сын, которому очень много лет. Я родила его очень рано. И его знает практически вся Россия. Это известнейший композитор. И вы знаете. Он к вам не придет. Он к вам не придет. Он практически спился. Это горе мое. Это моя боль. Ну, может, есть у вас какая-то трава. А у меня никогда готового сбора от алкоголизма я это на заказ всегда делаю. В этот момент был этот сбор. Ну, кто-то не пришел или что-то. Я вынимаю этот пакет и мне надо удивить нам. Надо же, говорю, вам повезло. И почему-то захотелось мне написать ясное сознание. Чистое сознание. Вот так вот. Написала наклейкой этикетки и отдала. Отдала, уехала, приезжаю. Звонит телефон. Человек говорит. Меня зовут так-то. Я у вас никогда не был, но я пил ваши травы. Мне нужно к вам на прием. Да, конечно. Записала. Вот он приходит. Он заходит. И пока он шел от входной двери до дивана, у меня возникло невероятное, непреодолимое желание. Подойти к нему, взять ему голову, вот так к себе прижать и закрыть от всего мира его. Вот столько в нем напряжения, боли, пока он шел, буквально вот это время на диван. Вот как-то по-матерински у меня вот это вот. И я понимаю, одновременно все это было, что я это не сделаю, потому что, например, напугаясь, скажут, что ж вы, женщина, так вы это видите. Вот, поэтому, конечно, нет. И я одновременно улыбнулась себе, и думаю, естественно, я почему-то руки спрятать захотела, чтобы это не сделать. Ну вот, и через буквально 2,5-3 часа нашего с ним разговора у него напряжение ушло, он смеялся, все было очень хорошо, мы общались так чудесно с ним. И на столе здесь было 3 пакетика трав. Вот, что ты говорила, потом так раз, а там что-то есть. Я говорю, что? Там что-то есть. Что вы хотите этим сказать? Вы знаете, просто когда мама пришла и принесла пакет травы, коробку или, не помню, что это, когда она принесла бабку, что ли, я бросил, бросил, не было вообще ни для чего, я бросил на подоконник и забыл про нее. И вот однажды мне было так страшно, плохо, я поняла, что я умираю. Я напугался страшно. Я почему-то вспомнила об этой траве сразу. Я забегал по комнате, искала какую-то посуду, в которой можно было заварить, ничего чистого не было. Нашел какую-то кастрюлю, банку, говорит, заварил все это. Но не так, как там написано, просто вот сыпанул и залил. Понял, что погибаю. Пил я ее несколько дней. Три или четыре дня мне пил. Вы знаете, просыпаюсь утром, я вдруг увидел, где я, что со мной. Я вдруг увидел ужас, в котором я нахожусь. Я как прозрел. Несколько дней я отмывал квартиру. Я отмывал квартиру, я отмывал себя. А еще через несколько дней я пошел в студию. У меня будет квартира, четырехкомнатная. И я, у меня студия есть музыкальная. Я захотела писать. Я принес вам диск. Это плод вот той недели, того, что со мной происходило. Я очень захотела, чтобы вы это послушали. Я просто хочу сказать вам, что там что-то есть. Это в траве было. То, что побудило меня к этому. То, что помогло мне услышать себя. Вы поняли? Я хочу сказать, что это необычные люди все. Те, которые уже на каком-то уровне могут воспринять мир по-другому. Более тонко. Более, скажем, вибрации. Поэтому хотим, не хотим, чем тоньше возможности, скажем, нашей души, более развитой нашей души, тем более, скажем, утонченней вибрации, тем лучше эффект, конечно, тем мы с вами можем видеть, скажем, и на тонком плане, и на невиденном, скажем, нашему зрению, и буквально на физическом уровне, что происходит с человеком. Поэтому, действительно, это не только плод знаний интеллекта, это плод духа. И то, что вот мы с вами можем своими руками делать впоследствии своей души, это великое дело. А если наоборот? Если трава не работает? Вот дали резерв, вот ты все сделала, все тут настояла, надо в темноте, это тарфила, сколько надо, сколько на месяц, и работаем. Вопрос другой. А где, откуда эта травма? Из аптеки. Из аптеки. Ну, это уже другое. Вы знаете, тоже такой пример. Много-много-много лет назад, сейчас моей доченьке уже 36, не было яслей. С яслями было очень трудно. И заведующая аптека говорит мне, Леночка, пойдем ко мне в бокс на стерильную и в аптеку поработаешь. А я тебе яслей убью. Я пошла. И знаете, что в аптеке происходило? Тогда висели везде объявления для сдачи трав. Помните? Ну, вы молоденькая, мы-то постарше помним. В аптеках висели объявления о том, что от населения принимается трава сдаточная. И вот бабушки, школьники, дедушки собирали, подростки, собирали траву и сдавали ее за копеечки. Вот именно в аптеку. И для того, чтобы трава, видимо, немножко больше весила, кто-то не досушил ее. В общем, когда как. Мы ее принимали. Потому что и в аптечный, и в аптекарский коллектив, этот аптечный, мы все делали сами ревизии, принимали. Коллектив один женский был. И вот вы знаете, централизованный вывоз из аптеки травы лично был. Ее никто не будет вывозить там по 5-10 мешков. И вот она древне говорит, девочки, вы там ворошите мешки, запах идет. Подгнивает трава. То есть она недосушена. Вы поняли? И вот это вот, скажем, ворошилось постоянно. И вы знаете, что по аптекарским нормам как ни страшно, как ни странно, допускается там и даже ну или один процент и мышиного пометра, и даже стекла. Думаете, ничего не изменилось? Я не знаю. Это старая норма. Это я читала очень давно достаточно. Меня это потрясло. Я думаю, что... Меня потрясло просто ужасно тогда это. Ну, я просто хочу сказать, что трава проходит вот такой цикл. и говорить уже о том, что это будет вот так, понимаете, да, не приходится. Но если вы все-таки взяли и вам повезло от хорошего производителя хорошую чистую траву, такое тоже есть и бывает, и очень часто бывает, тогда может случиться так, что сбор по-доброму неверно. Тут очень много вариантов может быть. Понимаете, как? И каждый может иметь место. Что этот сбор для вас не подходит конкретно, может быть даже. А может быть, сбор-то, скажем, правильной части сбора не подходит для вас. Потому что... Это уже конкретная трава, просто не сбор. Не сбор. Ну, может быть, даже не подходит. Здесь, видите, тоже очень много, очень много всего. То есть она моно, одна трава была. Да, ну, тем более тогда проще сказать, что... Или сама трава, или, может быть, даже переработка была и так. Там и то, и то может иметь место. Конечно. А если уже выходить из этой темы, скажем, вот как бы, если бы это было несколько травм, предположим, у вас, а не одна, в каких случаях может еще не подойти? Когда сбор по-доброму неверно, вот у нас такой классификации, скажем, описанной, классической нет, а восточно-медицине, почему мы на занятиях обычно разбираем с позицией восточная и европейская медицина. То есть это западная медицина, здесь обязательно восточная медицина. То есть где не органная медицина, разделенная на органы, а будет медицина, которая изучает и оздоравливает человека, систему человека. Вы понимаете как? Когда мы с вами соединяем... Так я растрогалась этой темой, для меня это самая такая, вы меня простите немножко, такая тема, как-то так глубоко, очень взялись раз, очень глубоко, скажем, самая сердцевина. И вот получается так, если мы с позиции системности рассматриваем эту тему, то тогда трава должна тоже иметь вот и классификацию свою, конечно, очень серьезную. Тогда мы с вами видим такую классификацию в классике восточной медицины, когда есть разделение на, помните, императора, читали, наверное, где-нибудь, да? На императора, на министров, на старших офицерах, может быть. То есть вот такая классификация, она показывает о том, что какая трава здесь, главное сказать, очень условно, конечно, профилирующая в данном сборе, да? Для чего здесь нужны министры? То есть эта трава является, скажем, как оператором, главной травой в решении вот той задачи, которую мы ставим. А министры не менее, может быть, но по каким-то своим признакам стоят чуть-чуть на шаг позади. Но они тоже в какой-то степени решают эти задачи, иногда в очень даже большой степени. Но ничего. Есть же, мы знаем, еще моменты, когда одна трава может иметь свойства, которые нам не нужны в данном сборе, или в данной ситуации для данного человека. И мы иногда говорим о том, что не иногда, а положено. Мы не просто занимаемся системой человек, а органы мишени еще знаем, да? Что не конкретное, значит, состояние человека нас только волнует, но еще, значит, заданная система, которой мы занимаемся, имеет свои слабые стороны. Вот эти слабые стороны, органы мишени, мы тоже должны учитывать с вами. И вот получается так, что нам не нужно, чтобы воздействие было на тот или иной орган. Или действие этой травы нам нежелательно в этом сборе. Смотрите, сколько. Мы должны тогда закрыть это действие. Понимаете, как? Дается вот так трава. А иногда действие, скажем, министра хорошо. Два-три каких-то аспекта. А один из аспектов надо усилить. Тогда вот дадим другую траву. Мы будем знать, именно что в этой траве нас интересует. Что мы можем дать без опаски, а что можем уравновесить другой травой. То есть это уже высший пилотаж. То есть высший пилотаж. И вот здесь, скажем, это приходит все. Это все приходит. И этому учат. Знаете, этому нигде не учат, я скажу. Вот знаете, как на примере сиропа. А вот у нас есть такая форма сиропа. У нас, к сожалению, есть там один детокс, по-моему, сироп. Вот смотрите, мы вывариваем траву. Мы вывариваем траву. Для сиропа детокса, допустим. Для примера такого. Я закладываю кору вяза и вывариваю, допустим, ее достаточно долго. Я могу ее час, могу три часа варить. Иногда даже больше. Что является сигналом для того, чтобы прекратить ее варить. На занятиях мы пишем. И варите один час, допустим. Это средняя арифметическая для всех. Вы варите. Вы получите положительный или отрицательный. Конечно, положительный. Скажем, сказано один час. Но есть высший палотаж. Когда вы почувствуете, что вот вы час отварили, допустим, а запаха нужного не открылось в траве. Это нужно сделать, значит, не один раз. Определенный запах. Просварите ее, чтобы знать, как она должна быть. Но это придет. Это придет. Но если вы сделаете один раз, и вы все равно сделаете правильно, потому что вы получили правильную пропись. Просварите один раз. Я говорю о высшем палотаже. Оно придет все равно. Так называемый грушевый запах, грушевый узвар, резвар так называемый. Все, он пошел. Трава раскрылась. Все, выключаем. А до этого, до этого. Вот почему у нас есть практические занятия. Когда приезжают, вот теорию мы проходим, как говорим, как в школе проходим, изучаем теорию. А потом вы приезжаете на семинар практический, и мы варим с вами отвар, где я показываю, когда этот запах идет. Но если вы сделаете без практики, страшного ничего не будет. Потому что у вас час будет достаточно для того, чтобы вытянуть активные вещества. То есть всегда есть хорошо, есть очень хорошо, есть суперхорошо. Так или нет? А с настойками как? Ну, с настойками немножко проще. Там есть заданные параметры, и все здесь гораздо проще, конечно, безусловно. Есть различные формы абсолютно. Формы разные. Кто-то любит спиртовые, кто-то любит, это очень удобно поменять, кто-то любит отвары, кто-то любит настои. Нельзя сказать, что лучше. Потому что, вы знаете, есть гидрофильные, липофильные, гидрофобные соединения. То есть все вытяжки, вернее, то есть мы говорим с вами о том форме, о том, что те или иные качества растений, точнее сказать биохимические вещества, биологически активные компоненты, они выделяются тем или иным, скажем, образом. То есть это может быть только маслом, вытяжка этих активных веществ, или только спиртом, или только водными. К счастью великому, есть большой опыт, но есть еще и опыт уже науки. Хочу вам сказать, что все, что мы делаем, у нас с вами идет в раздействии с доказательной медициной. Только так. Потому что все, что я вам даю, это все. То есть я консерватор счетов, и все, что я могу дать, скажем, это есть опыт, а еще есть доказательный глубоко. Империки очень много, конечно, безусловно. Есть конкретно, четко, научно-доказательные вещи. Абсолютно. Мы занимаемся, я занимаюсь наукой. Более того, из того, что сейчас есть в интернете, и то, что вы можете получить доступ сейчас, если раньше мы ходили в библиотеку, заказывали это где-то, через какие-то, это было так сложно все. Сейчас мы имеем с вами такие возможности, невероятные просто, когда у вас все, все библиотеки мира у нас на столе. Что тут сказать? Очень большое количество кандидатских работ, научных рефератов, докторских диссертаций. Все у нас с вами есть. Возьмите сейчас по антикоагулянтам, какие работы чудесные. Знаете, что это проблема века, густая кровь. И мы все знаем об успелении, да? А дальше это не идет обычно на бывательском уровне. А то, что в домашних даже условиях. Ведь мы с вами не секретно не собираемся начать здесь. Мы не все одинаково будем профессионально этим заниматься, правильно? Один придет для того, чтобы себя оздоровить. Другой придет для того, чтобы свою семью оздоровить. Третий придет, потому что, да, ребенок часто болеет, там, или муж болеет, и хочется помочь. Третий придет, потому что ему это нужно для профессиональной работы, для дальнейшего продвижения. У меня очень большое количество врачей. Есть специальные, скажем, семинары, на которых очень, достаточно высокие специалисты совершают, скажем, это и фармацепты, это врачи, это медики среднего звена, и массажисты. Это все, кому понадобятся, скажем, масляные формы, спиртовые формы. А есть люди, которые четко для себя решили уже, что у них что-то получилось, они хотят углубиться, для чего? Потому что для них это возможность бизнеса, возможность заработка для семьи. Здесь очень серьезно, и такая ветвь направления имеет место, вы понимаете, сколько людей, сколько возможностей у нас в этих темах есть. Поэтому здесь кто что захочет, кто какие цели присвоит, все будет хорошо, все будет правильно. И, скажем, если вот какая-то из форм, допустим, спиртовая форма, мне говорят, я не хочу, чтобы это вообще присутствовало. А кто-то говорит, для меня это возможность вообще не прибегать к антибиотикам. И у меня есть семьи, в которых вытворят, ну, пять или шестеро детей. И мамы, которые используют и водные вытяжки, и спиртовые, и масляные, практически годами не прибегают к антибиотикам. То есть правильно ли это используют? Резистентность не появляется, только антибиотик есть резистентность. А, да, вот хороший вопрос, Саша, хороший вопрос, потому что действительно так, потому что, вот, умничка, потому что аллопатическая форма, если мы таблетизированную форму берем, да, лекарственную синтезированную форму, действительно появляется, появляется, конечно, привыкание. Здесь вопрос интересный, может привыкнуть, на каком-то уровне организм реагирует слабее, если мы длительное время применяем одно и то же траву. Вот в этом, но резистентности не будет. Но слабее немножко, а действие можно быть слабее. Почему иногда мы говорим, что две травы или два сбора, и мы применяем их по три дня, три дня один, три дня другой, или один день, один другой, другой день следующий, возможности лучше. Или 10 дней один, 10 дней другой. Например, в серьезных патологиях, в очень серьезных этих моментах оздоравливаться лучше серьезно, конечно двумя сборами всегда, потому что возможности тогда лучше у нас терапия, безусловно. И что еще? Если мы говорим чисто биохимически, биофизически даже, и если нам нарисовать с вами клеточку, то есть клетку нарисовать, и кто-то обычная доска, кто-то боюсь, ну как уже электронные доски, как это все время бежит. И скажем, вот аллопатические, да, у человека клеточка, клеточка, она улыбается, она замечательно, если она заболела, у нас что получается с вами? Мы аллопатические препараты применяем, антибиотики, там еще что-то, химизм некий. Кстати, я совсем недавно ехала в такси, тут услышала о том, что теперь врачи будут обязаны отчитываться за неправомерное назначение антибиотиков. Понимаете как? Я думаю, наконец-то пришло это время, когда просто, вы знаете, что иногда вирусные отягощения какие-то, сразу же, с первого дня, неважно, у меня уже бактериальная или вирусная инфекция, назначаем и все. И вопрос один, чтобы не было осложнений, сразу вот. То есть вот, наконец этот момент поднимается. То есть это надо здорово, я считаю, это очень хорошо. И вот смотрите, когда, значит, мы с вами что получилось? Мы ударили в клеточки у нас с вами, вот если это химизм произошел, клетка среагировала, как удар молота, вмятины появились у нас на клеточке, на электроне. И клеточка у нас, я прям даже вот нарисую, немножечко там нарисую, клеточка плачет. Я как девка, маленький бомб, это вот так вот. Потому что я вот так воспринимаю, потому что это больно. Извините меня, имеем мы право говорить, что не нужна лопатия или нет? Как вы думаете? Конечно, не имеем права. Необходимы антибиотики, и необходимы серьезные лопатические препараты. И этот препарат, это симптоматическая терапия, которая спасает жизнь. И оголтела быть, что она, конечно, нужна, но будущее здоровья человека за натуральной терапией. Согласны со мной? Потому что вывести человека из тяжелого, сложного состояния может только, в глубоких состояниях, тяжелых, только серьезная терапия. Лопатическая. В очень остром состоянии. Хотя, ну, тут сейчас маленькое, но расскажу, когда бывают исключения с правилами. Когда лопатия не работает, а именно трава может как раз помочь. Но, вместе с тем, одно из самых главных правил фитотерапии, знаете, как звучит? Не лечится фитотерапией в остром, тяжелом состоянии. Это надо запернуть. Но бывают очень маленькие исключения в спаре. Но только исключения. Маленькие сейчас скажем. А вот когда мы с вами взяли, применяли, скажем, терапию, у нас вот эти гнятинки с вами пошли. И, естественно, клеточка разрушилась. Безусловно. Ну, что вот этого... То есть, что все произошло? Недостающее количество электронов возвратилось на свою орбиту. А вот отсюда выходят как раз те очень важные элементы биофизического, биотемического, особенно биофизического состояния клетки, которые практически показывают о том, что она не в состоянии решать свои жизненные проблемы. А вообще это проблема внутриклеточного метаболизма. То есть, нарушение гомеостаза внутренних свет происходит на самом деле. И мы с вами уходим от того состояния, скажем, которое бы нам хотелось. Но без... Мы говорим, без серьезных препаратов невозможно. Это спасение жизни человека. Но вот есть... Я вам скажу, вы будете исключением из правил. Маленькое, да? Как оно звучит? Мы имеем антирит. Очень серьезное заболевание, когда очень часто не только взрослые, очень маленькие детки и даже новорожденные дети. Дети до года очень часто страдают в моменте, когда еще не сделает кишечник, по сути, делал ребенка. И если инфицирование состоялось, если инфекционные агенты, реальные агенты присутствуют, то состояние кишечника малыша просто жутчайшее. То есть, происходит буквально по щелачьим и тканям. И происходит... Почему педиатрия отличается еще от терапии очень сильно? Развитие одного и того же заболевания у взрослого человека, оно занимает более длительный период. У ребенка этот период очень короткий. И поэтому действия растянутым быть не может. Это средство очень быстрого реагирования должно быть. Поэтому в педиатрии здесь очень... каждая секунда, каждая минута, каждый час очень важно. Но если применяются серьезные препараты, и мы скажем так с вами, что в НТВТ очень часто эти препараты бывают, исключение из правил, не срабатывают, не помогают. Тогда что мы имеем? Возможности даже смертей. Такие случаи тоже были. Я вам хочу сказать сейчас об одной траве, которую я очень люблю. То есть эта трава у нас является обязательно, скажем, в детской и во взрослой аптечке, вообще в домашней аптечке, а таких препаратов несколько. Это кровохлебка. Это корень кровохлебки. Я вообще считаю, что в доме в каждом она должна быть. Такое несовершенно не симпатичное название кровохлебка. Что-то прямо уж такое хищное, такое совершенно. Но тем не менее удивительное растение. Потому что корень этой травы обладает возможностью очень быстро работать. Ну, так я прям сразу за центральную вещь. Тиф, паратиф, холерный вибрион погибает в течение 15 минут в лабораторных условиях. Здорово? А мы говорим еще о 10-ти инфекциях. А мы говорим о интервирусных инфекциях. Мы говорим о очень таких серьезных состояниях, когда нужна очень срочная помощь. О ротовирусах сейчас очень много. О ротовирусах инфекциях. Между прочим, у всех вирусах интересные очень почтения. инфекциях. Вот, если гепатит В, ему вообще все равно, какой организм старый, молодой, взрослый, ему все равно. У ротовирусных вот этих вот, у вирусов вот именно этого типа, это, у них, как правило, предпочтение молодой организм, детский. Страдают больше всего именно детки и молодые люди. Поэтому в данном случае кишечная форма гриппа, как мы говорим вот так между собой обычно, очень хорошо вместе с той терапией, которая назначается, очень хорошо параллельно как раз мы должны работать именно растениями типа корень кровохлебки. Почему? Потому что эти вирусы вызывают очень серьезные повреждения слизистых желудочно-кишечного тракта. А мы симптоматику убрали и пошел ребенок в детский сад или в школу, а молодой человек на работу или девушка. Что произошло? Мы недолечили, мы симптоматику убрали, все, слава Богу, и обрадовались. Ну, как немножко слабость, сенсибилизация, ну, ничего, придет в себя, подумаешь, несколько дней, а вяло текущее вот это вот состояние, что произошло? Катар, который возникал в этот момент, слово воспаление Катар, слизистых желудка, тонкого, толстого кишечника, он остался в таком латынном, ровном состоянии, не причиняя никакого особого, скажем, видимого вреда. Но оно в процессе может стать основой для очень серьезных, серьезных хронических заболеваний и состояния. И чтобы этого не было, мы как раз с вами можем применить здесь фитотерапию. Вот в частности банальный, как мы говорим, корень кровохлепки, который не только будет работать на возбудителя, скажем, ротовирусных, как раз вот этих состальных инфекций, не только дизентерии, даже тифа. Дело в том, что еще позавчера у меня на приеме была молодая женщина, мама чудесного ребенка, которая в мае месяце перенесла брюшной тиф после посещения Индии. Вы знаете, я просто хочу вам сказать, что обратилась она, потому что состояние очень нехорошее. Она пришла действительно в лицевая диагностика, весь ее выговорил об этом. Ах, это глубокое поражение кишечника, слизистых, просто лицевая диагностика. Сами губы запекшиеся красные, кровавые. Кровавые губы такие блестящие, огненные, это состояние плачевного огня, селезенки прежде всего. Ибо селезенка открывается в рот. не мы, а китайские специалисты говорят. Мы уже вынуждены смотреть, действительно, это так оно и есть. Это подсказка замечательная. А то, что касается складочек, лопин, различных растрескиваний, это состояние уже кишечника плачевное. То есть буквально оголенный. И она сидела рядом, а я кожей все сучу чувствовала, как у нее там на огонь кишечники просто. Поэтому работать вот кровохлебкой в самом начале, и она говорила, меня лечили большими дозами антибиотиков. И все. Понятно, да? Поэтому мы с вами говорим, что иногда именно такое растение, как корень кровохлебки, может не просто помочь при всех вот этих вот желудочно-кишечных инфекциях, но вместе с тем не позволить развиться серьезной хронизации какого-то процесса и дать развитие какого-то заболевания. Потому что, как часто говорят, банальный дуоденит, далеко не банальный. Далеко не банальный, потому что дуоденос, скажем, это очень серьезно, это гормональный орган. И когда у меня доктора говорят, что как это гормональный пирас в жизни слышен. На самом деле, наш любимый карпоправниче Шкутрескунов в своих работах с академиком Уголевым когда-то очень замечательные работы сделали. И вот действительно описали, идет это еще с врачей детской медицины Багмаева, который свою учить когда-то описал, болезнь Бора очень интересная, то есть большая гормональная дуоденальная недостаточность. И очень часто проблемы из вот этих состояний уходят в глубокие патологии мужских и женских половых органов, как ни странно, потому что дисфункции гормональных очень серьезных, потому что связь щитовидной железы, желчного пузыря, 12-ти перстной кишки, в которую обязательно порционно должна поступать желчь, очень правильно желчные кислоты. А если перетяжки желчного пузыря или какие-то скажем перегибы в УЗИ, мы смотрим по УЗИ, то есть уже кинетика желчи будет нарушено. Мы с вами уже не будем иметь достаточное количество желчных кислот, то есть пищеварение будет нарушено. Значит, из этого всего будет исходить следующее, что 36 больших дуатенальных гормонов, которые заделяются при правильном нормальном состоянии кишечника, когда в осенчатой репетерии может как раз продуцироваться в подслезистых, то есть есть так называемая ассоциированная иммунная система кишечника, так вот 36 больших дуатенальных гормонов. В столетии вырабатываются, секрецируются, так вот значит, получается 36 делите попало. То есть получается 18 на активизацию, 18 на торможение. И здесь по прямой обратной связи значит кишечник 12-перстной кишечника, извините, желчный пузырь и печень щитовидная железа гипофиза. Вот откуда часто рождаются и дезадаптации различного рода. То есть вот вам пожалуйста. И если мы с вами, ведь я ушла от кровохлебки, куда далеко нас увело, но вы поняли, уже начался загруз у вас. Это уже не пахнет презентацией, это уже пахнет уже другие вещи. Вернемся назад вот про антибиотики начали говорить, что они там флору убивают, все это плохо у клетки. Параллельно ну параллельно с антибиотиком часто назначают интержермину, линекс, еще там какие-то есть. Можно ли какую-то траву это заменить? Нет. Здесь не то, что это не то. Нет. Это, вы понимаете, как, есть хороший вопрос, очень хороший вопрос. в состоянии диазбактериоза, чтобы предотвратиться, или как бы бомбардировку печени, как мы говорим, интоксикацию печени, чтобы не было длительной токсикемии пост, скажем, лечения этого. Поэтому, если такие травы, я вам хочу сказать, что, конечно, нежелательно заменять, скажем, пробиотики. Пробиотики очень нужны. А вот пребиотик, потому что пробиотик, мы знаем с вами, о чем мы говорим, да? Это лактобифидобактерии, но для того, чтобы они у нас прижились в организме, который без того испытывает потрясение в этот момент, нужен что? Некий слой, то есть полисахаридный слой, на котором очень хорошо приживаются, да? Скажем, наши симбиоты, наши флоры. Но для этого еще и с патогенами надо побороться. А вот есть такие растения, вот таких, допустим, как исландский мух. Исландский мух великолепное растение, которое может быть антибиотиком в известном смысле, содержит тусниновую кислоту. Одновременно, значит, видите, как водится с патогенами. Одновременно может быть пребиотиком, потому что мукополисахариды, которая слизь так называемая, чудная совершенно, которая продуцирует, скажем, содержит, вернее, в себе уже непосредственно это растение, является как раз вот этим питательным слоем для дружественной нам флоры. Для того, чтобы бифидолактобактерии очень замечательно прижились. И если мы с вами только видим, ребенок или взрослый заболевают, инфицированы, скажем, да, и что все уже репликация вируса началась, все уже в клетку возбудитель попал, уже все на полном ходу идет, включите антибиотико, содержащие травы, скажем, одновременно с противовирусными препаратами, а их великое множество, которые уже врач назначает, скажем, непосредственно. Значит, включите травы антибиотико-содержащие. Вот эти антибиотики как раз не подействуют очень плохо. Они посодействуют тому, чтобы быстрее, скажем, манифестация закончилась, чтобы репликацию остановить вируса, чтобы интервенция закончилась, прервать этот патологический процесс. И тогда мы с вами можем быть уверенными, что все будет хорошо. Вот мы собираем какие-то здесь такие замечательные травы, как проявляются. Видите, как мы немножко грешим, когда говорим слово антибиотико. Антибиотико-содержащие это вообще дословно против жизни. Против. Анти-биоз. То есть против жизни. Но мы понимаем, о чем мы говорим. То есть это как бы заменитель антибиотика. Его действие работать именно с патогенами. А с дозировкой? А? Что с дозировкой? Ну, с дозировкой мы пошли уже в другую степень. Как раз у нас как-то есть обучение, когда мы говорим по разным группам, когда мы даем одну и ту же траву и говорим детям столько, взрослым столько, делаем компоновки сборов или лимона травы, которая как раз работает с верстами как раз агентами. То есть это уже конкретные случаи по группам возрастных, скажем, по проблемам, по нозологическому ряда. Что мы имеем? Вирусные какие-то отягощения. Или это скажем, это может быть грипп, ОСЗО, или это может быть пневмония, бронхопневмония. Так что травы здесь незаменимы. Травы незаменимы. Особо я почему сказала про мус исландский. для разрешения неразрешенных трудно разрешимых пневмоний. Ну он просто великолепен. Просто великолепен. И по-разному завариваем. Есть часть завариваем, есть часть отвариваем. И если мы говорим о том, что для трав мы везде читаем, что термос это нормальный, я считаю ненормальный. Вот даже траву нормально кипятить, отварить, когда нужно ее отваривать. Но термос это мертвая симусольда. Ну вот исключения справед бывают и здесь. Потому что именно для мхар термос, когда мы завариваем термос и какое-то время оставляем его открыт. Вы поняли, да? Немножко совершенно. Потом закрываем. Это вечером. Утром уже настой готов. И вот эту абсолютную горечь кожи, которая совершенно пить невозможно для очень маленьких деток, она уже удобоварима. То есть он уже готов к употреблению. И вот эта слизь такая очень серьезная слизь, она работает с патогенной слизью, растворяет патогенную слизь. Она защищает, делает продуктивную кашель. То есть очень хорошо. И работает видите как мукополисахариды, как пребиотик и как антибиотик. Так что я думаю, что здесь тоже видите как хорошо. и думаю кровохлевку вы уже тоже полюбили все. И будете собирать. слизь и и она должна стать у вас конечно аппетички препаратом номер один. Даже отравление я-то проговорила по лизентерии по антифам паратифам гибрионам холерам. А это банальное отравление бывает и не банальное тяжелейшее. Когда человек просто съел чего-то пришел или до дома дошел тот же отвар кровохлевки. Тот же. Что касается братьев наших меньше. Собак. Интересно что если где-то вы с другом походили а он в кусты забежал что-то непотребное съел собаки вашей дружок то в этот момент убирайте воду ничего кушать не давайте убирайте воду делайте отвар кровохлевки а вкус у него очень вкусный это вкус индийского чая чудных совершенно то есть и дети и собаки и животные пьют чудесно ставьте хорошую порцию отвара кровохлевки собака с удовольствием это выпивает все выздоравливает здесь тоже хорошо видите как я как-то спросила врача тибетской медицины очень достаточно опытного а если скажем так у нас среди российских трав наших российской траве трава которая в русской транскрипции соответствовала бы тибетской траве скажем и сравнение что за трава мне было очень интересно так подумал сказал мирабалан хебубула эй вот это я была потесена потому что это вообще невероятно потому что мирабалан это супер да как мы говорим это ну вообще пять вкусов да и который целит практически ну все панацеи считается в тибетской медицине как это так а он говорит ну чуть-чуть там вкуса одному не хватает у кровохлебки но я вставлю этот вопрос открытый я не хочу сказать что он меня убедил но вместе с тем вместе с тем это очень здорово согласитесь что именно кровохлебку он назвал потому что кроме вот всех всего того что я вам сказала кровохлебку острые вот эти состояния да кровохлебка еще работает с язвой желудка двенадцатиперстной кишки а ты именно козьм кровохлебки язва желудка двенадцатиперстной кишки практически все проблемы желудка кишечника рак желудка рак кишечника рак женской половой сферы то есть я хочу сказать это очень серьезные заявки очень серьезные и хочу сказать все равно кровохлебка это растение на счету которой очень много спасенных жизни интеллита который очень часто бывает то есть это злостно очень скажем сколько интеллит может принести вообще в процессе интервенции своей беды поэтому вспоминаю был даже такой случай когда мужчина позвонил умирает ребенок в реанимации как можно помочь ребенку в реанимации это не шутите согласитесь совсем то есть не помогает ребенок просто умирает он говорит ну вот такое состояние и поэтому накипятили конкретно вот кровохлебки вопаивали малыша вопаили то же самое было у моих друзей очень много лет назад у Ванчи теперь чудесная Софийка дочка а когда-то он сам 9-месячный лежал и двое моих друзей папа и мама у Ванчи врачи просто я не помню где я была приехала прибежала в больницу а Наталья захлебнется вся слезами потому что у Ванчики просто уже умест у него вот вены которые скалы в головке чтобы опять очередной расколоть Наташ ты мне веришь вот так веришь Наташ ты мне веришь верю мы будем сейчас все делать все Ванечка вот наш Ванечка такой Ванечка шкафчик я просто хочу сказать что чудо это вот тот случай когда бывают исключения из правил когда острое состояние травами не лечится главное правило фитотерапии поняли бывают исключения из правил вот это исключение из правил когда может помочь очень даже может вопрос только в том чтобы содружество было фитотерапевтом скажем травников и врача общей практики клинической клинициста который занимается который постоянно в опыте потому что это может быть очень очень хорошее содружество но надо к этому идти а на сегодняшний день все печально потому что такое дисциплину как фитотерапия нас исключили из реестра у нас нет теперь гомеопатии нет фитотерапии к сожалению великому но у нас есть сейчас уже хорошая русская российская школа которая как бы очень кстати специалисты в Белоруссии значит участвуют очень много такие как скажем тоже крифей фитотерапии я вот такие фамилии назову покойные практически до 100 лет дожившие карпа граммич дискунов низкий ему поклон за все за его вот все что он делал в работе хирург прошедший войну и который просто улюбил именно фитотерапию настолько предан ей до конца своих лет пропагандировал говорил об этом лечил целил травмами мы говорим о Барнаулове о Барнаулове о его дочери замечательном это как раз уже скажем так семейные скажем семейные фитотерапии это те кто уже поколение имеет угол опыти скажем так это конечно Елена Лисеевская уникальный человек это Олефиров низкий поклон несмотря на относительную молодость столько знаний чудесных конечно конечно безусловно это корифей нашей фитотерапии Владимира Корсун и Елена Владимировна его дочь то есть я хочу сказать что если она свой юм еще совсем год с фитотерапией фитотерапевта она уже делает чудеса то есть вот есть книги огромное количество книг которые можно читать изучать найдете очень много во всем этом работайте работайте я вас приглашаю в прекрасный мир травничества и фитотерапия оздоровления травы скажем так вы просто поймете что это не просто локально вот собрать траву и ее применять это огромный мир прекрасный мир просто хочу поделиться своим счастьем своем приглашаю вас вот так наша презентация получилась скажите что завтра будет вы рассказывали про интереснейший препарат новый который привезли в сбор и что планируется на этом семинаре по темам чтобы люди понимали на что идут все будет зависеть Наташенька тема будет зависеть от того кто соберется на этот семинар потому что будут старые будут новые и потому что подача материала должна быть такая чтобы новеньким было интересно чтобы они помнили а чтобы старенькие не скучали мы дадим всем работу и тема будет сформироваться по тому кого я увижу завтра но в частности будет всем интересно потому что в связи с тем что действительно если мы раньше болели скажем один-два раза за год за сезон гриппом какие-то сейчас это просто страшно одно заканчивается начинается другое то есть ощущение что они мимикрируют эти все вирусы то есть они совершенно видоизменяются но у нас к счастью есть возможности вот именно фитотерапии и натуропатические вот эти все приемы о которых мы будем говорить как можно с этим бороться как можно не просто бороться как можно вообще не болеть укрепиться еще вот это самое главное ну и конечно привезла уникальный препарат абсолютно скажем буду говорить о нем буду говорить о нем даже не говорю не называю его сейчас его создали на Украине это натуральный фито фито препарат абсолютно просто вытяжка спиртовая обычных двух растений абсолютно обычно но на него огромная клиническая база огромная настолько огромная и даже американцы сейчас голову подняли вот как это как это потому что заявка на победу невероятная вы можете сказать да прям уж так вот и все потому что заявка такая ОРЗРВИ да там грипп там герпес симплекс первого второго типа там пештейнбар там четвертый пятый герпеса герпес зостер в том числе там вирус папиллома человека провокатор организатор руток процесса ракши герпес так что это все и не только и вот все как это в одном препарате может быть это же не лечится скажите вы почему вы так смело заявляете смело заявляю потому что огромная клиническая база дам все ссылки все вы это найдете все сами увидите услышите очень простые схемы если у них по началу даже по беременным и естественно значит новорожденные там вообще было сначала до 12 лет потом до 2 лет а теперь и беременные и новорожденные то есть у них уже клиническая база до клиническая часть сейчас клиническая база так что вот об этом с вами тоже поговорим серьезно будет очень много интересного по питанию кое-что будет какие-то интересные вещи по конкретным заболеваниям какие-то очень часто встречаем то что необходимо ну и думаю по ходу то что будет вам интересно я почувствую аудиторию я думаю так сегодня вообще видите ушли совершенно в другую сторону думали поговорить об одном а получилось совсем другое ну спасибо всем спасибо вам большое говорим о траве это качество травы потому что говорить об одном и том же скажем можно не покупать в аптеке выяснилось не надо а почему вы пришли сюда для того чтобы научиться самим собирать или если у вас нет возможности даже прийти на тот же рынок и суметь почувствовать выбрать и травника и сырье суметь выбрать все-таки понимаете ну допустим вот смотрите вот я хочу сказать на рынке продавцы очень мало бывает травников на рынке бывают травники но очень редко потому что травники на рынке как правило летом не бывает они работают они траву собирают а продавцы обычно бывают на рынках ну хотя бывают исключения вот Пятигорск приехала я люблю ходить на рынке и смотреть травы ну смотрите как сразу прихожу, тем более там обязательно будет что-нибудь такое, чего там вот особенное, вот, и женщина, которая вот, я не вижу, я иду, травы лежат, я не смотрю на, ни на кого, ага, ох, и вдруг увидела, то есть я была совершенно безучастна, мой взгляд шел и скользил, и вдруг, ох, как-то, поднимаю глаза, и она радостная стоит, и думаю, травушка радостная, и она радостная, думаю, как хорошо, и она отличается, трава эта, понимаете как, поэтому тоже смотрите, чувствуйте, если у вас есть хоть малейшая возможность какого-то огородика, какого-то возможности какой-то земли, там где-то что-то посадить, ваша трава для вашей семьи будет особенная, это будет непременно, она будет другими заданными свойствами даже, понимаете как, вот, ну, надо, надо это делать, я, например, у меня есть закупочные травы, у меня есть три таких травы, три, мне вот было, значит, тяжело, пока не было огорода, то, что, ну, негде взять монарду, монарды теперь огромное количество, называется, было полторы, три тысячи кустов монарды, то есть это много достаточно, вот, теперь, значит, лафан-то также, теперь, скажем, разговор идет о том, что надо больше, потому что уже хочется, чтобы гидролат эфирный именно был настоящий, должно, чтобы это было качество, скажем так, и теперь закупается, не знаю, на то, что у меня растет, вот, это корень шлемника байкальского, у меня растет он, но корень, и мы используем надземную часть, а корень от шести, копается шесть лет, если уже можно, как полноценно такой корень, и так 10-12 лет корень, представляете, да, то есть, я как-то по совершенно незрелости, вот в этом деле совершенно решила, что, если я честно делаю, то и другие так же, и я говорю своей замечательной любимой ученице, говорю, да поищи, в интернете найдем, это было давно, корень, так бы хотелось препарат прям сделать хороший, вы знаете как, и вдруг находим, тонна, две, три, предлагаю, пять, двадцать пять и пятьдесят, когда я увидела эти цифры, я была в ужасе, потому что я тут же поняла, зная, как растет этот корень, что это невозможно, вот, довальческий корень может быть, его могут собрать, так же в лесу, там, в тайге могут собрать, и это будет совершенно не так много, вы купите, это будет все сырье такое, которое будет видно, с частичками даже грязи, где-то листочки, где-то там песочка, это не индустриальная грязь, это нормально все, это не грязь, да, это не грязь абсолютно, природный компонент, и вот представляете, и тут получается, что я была в ужасе, а еще раньше перед этим, я ведь покупала в аптеке как-то, я просто видела какой, и вот однажды я приношу, мне посчастливилось купить десять пачечек, я приношу, открываю, закладываю в кастрюльку и варю, отвариваю, отварила, ну и выброси, раз слила уже, отварила, выброси, а я почему-то не выбрасываю корень, что такое тут сознание? Оно на сознание не вышло, а уже там что-то знает, я подошла, открыла крышечку, разломила, понюхала, потрогала, положила назад и не выбросила, ушла на работу, прихожу с работы, подхожу опять к этой кастрюльке, опять открываю, опять, внимание, лежат ровные солдатики, один к одному, пробирочные дети, опять открываю, опять трогаю, опять нюхаю, теперь уже выбрасываю. И вот тут до меня дошло, когда вот стали мы с ней вот то, что это как раз вот то, что было, что мне, меня навело на мысль, калусная культура. Я вспомнила работу, докторскую диссертацию по выращиванию, и калусная культура – это и заданные свойства, и все, что хотите. Ну, очень много китайских трав, которые выращивают действительно быстрым ростом, с применением огромных доз витаминов и карминов быстрого роста, стимуляторов быстрого роста. И поэтому, что там уже, и что мы получим, что тут нам говорить. Поэтому, к счастью великому, у меня есть человек, который мне очень сильно помогает в этом. И я покупаю, всегда говорю, вот копаешь 6 килограмм или 10, вот сколько ты мне скажешь цену, я столько заплачу, только никому не отдавай, мне крайне это нужно, и у меня это есть. Я закупаю солянку холмовую. К сожалению, вот эндемия Каркутской области, уже ее сейчас и в других областях стали культилировать, а знаете, она такая несчастная. Хотя я покупаю лучше. Мне пациенты говорят, когда они покупают где-то, это все равно ужасно. Это еще ничего, я считаю, это уже ужасно. В пакете она такого, ну силос прямо буквально, силос. Я говорю, а как же вы все-таки умудряетесь ее вот такой сделать? Она же должна быть живой. Нет, она нормальная. И когда я хочу очень сильно, может быть, вы мне поможете найти хотя бы десяточек или пяточек семян и развести ее, и посадить ее, сделать как бы вот нормально. Не знаю, вот ни один человек может поможет сейчас на конференции, познакомились. Он говорит, хотите я буду туда вас травы выращивать? Я говорю, да я выращиваю все, что мне нужно. У меня же нет объемов колоссальных, я не бизнесмен. Мне очень немного, очень ровно сколько, сколько наши руки соберут, скажем так. Но если вы вырастите мне солянку холмовую, я буду счастлива, настоящую, чтобы она была живая, зеленая. Она же чудеса делает. Она с печенью как работает, чудеса. Вот хорошо, буду пытаться. Вот поэтому некоторые травы, которые, скажем, мы не можем собрать, не можем вырастить быстро, а можно в природе где-то, в другом месте они, допустим, в приморье где-то растут, или еще где-то. То есть, ну вот так, скажем так. Еще хочу вам сказать, пусть профессионалы занимаются этим профессиональным, но вы не тушитесь. Начните с того, я всегда говорю, вот есть три травы золотых. Если вы ничего не знаете, абсолютно. Вот вы начните с этого, с этих трех трав, а может быть даже не с тех, а с одной. Потому что вот в Германии есть доктор, я всегда привожу такой пример, его называют полыном доктором. Он, собирая полын в разных фазах ее развития, делает чудеса. Потому что та же горькая полын, собранная, пока она еще только-только, вот буквально 7-10 сантиметров, не больше 15 сантиметров, в ней туенов-тулниолов еще очень мало. Она не токсична для мозга, она не токсична для организма. Потому что абсент, особенно мужчины, они все знают абсент, да? Помните, да и картину любительницы абсента, если кто-то помнит, когда-то такой напиток, как абсент, был снят в производстве у нас, запрещен. По той причине, что являясь вроде бы отчасти аперитивом, я могу что-то напутать, да, мужчина? Правильно? Я как бы, я не пила абсента, я не могу сказать. Это больше по литературе, по данным. Что все-таки небольшое количество абсента влияет на пищеварение замечательно. Ну а так как мы с вами можем переборщить, мы же народ какой? Мы же славяне люди такие нам, ах, и все, пошло, пошло. И очень много случаев, когда люди оказываются в психиатрическом отделении. Да-да-да-да-да. И потому что это токсично для мозга. Значит, что делает абсент таким токсичным? Если мы это делаем действительно, или сам, значит, саму полынь горькую собираем именно уже в момент, когда она не в мае собрана, а, скажем, июнь, июль, когда это не молодая майская полынь, когда количество туенов, тунеолов, вот этих эфиров достаточно высоко. Но мы ее опять начинаем собирать в июле, или даже в начале августа, когда нам необходима она для антигеминтной программы. Вот цветы шарики, цветы горькой полыни, одно и то же. Но именно здесь, вот в этой дозировке, она является именно очень важным компонентом в лечении такой проблемы, как гельминтоза. Но опять, и здесь надо быть осторожным, и давать ровно столько, сколько надо, в общем, контексте, скажем, вот этого, допустим, сбора. Потому что очень свободно, очень многие специалисты, в том числе врачи, в центрах многих, я это наблюдала, когда очень вольно обращаются с полынью, вот этой августовской, я называю, или июньской, горькой, и могут назначать детям до годика пить эту полынью. Хорошо, проходит у некоторых, ничего. Ну, а ведь надо всегда помнить, что этот знам, очень важный аспект, как не навреди, он должен быть впереди всегда. Не навреди. А если у ребенка асфиксия была в родах, а мы не знаем, а может быть порог судорожной активности даже, предэпилептическое состояние, мы можем дать ситуацию развития, очень так вот, и достаточно серьезную. Поэтому я всегда говорю, этот сбор семейный, на пять человек семей, для детей и взрослых, пять человек семей, но дети семейные. Я их не знаю, я их не вижу, я своим дамам, подконтрольным, дам, может быть, даже своим пациентам, когда я знаю этих детей, знаю эту семью, знаю анализ, понятно, да? Здесь нет, здесь я не знаю, вы закрыты, я не могу, ничего такого нет, здесь не навреди, самое главное. Поэтому вот взять одну, единственную траву, ту же самую полынь, и заняться ей, смотрите, что получается. Здесь получается у вас сначала майская полынь, значит, из нее мы делаем сок майской полыни, просто ее засушиваем, а сок делаем и замораживаем по 50 миллилитров в морозильный камень, большое количество достаточно, потому что использую, у нас будет на семинарах такая еще экзотическая страничка, скажем так, это травничество, фитотерапия, средневековье даже. Но это все не то, что бабушка сказала, и там кто-то когда-то, и мы начинаем эксперименты с вами какие-то проводить. Нет, это как раз то, что является очень доказательным, потому что, ну, так называемый, наша любимая уже святая Хильдегар, 12 век, Батисса, значит, немецкого монастыря, была совершенно удивительным человеком, очень глубоко одаренным, Бог дал ей столько талантов, она была художницей, можно посмотреть ее гравюры, ее рисунки 12 века, она была уникальным композитором 12 века, то есть ее музыка является целебной очень. Вот, вместе с тем, как она говорила, живя в монастыре практически с 7 или 6-ти летнего возраста, с 8 или 9 лет Бог ей давал откровения, как и что, Господь с ней говорил. Несмотря на то, что католическая церковь очень строго относится к такого рода явлениям, очень недоброжелательно к этому относится, именно Папа Римский тогда, в то самое время, в XIII веке, именно сказал о том, что я благословляю, это действительно так, через нее говорит Бог. И обязательно нужно все это записывать, потому что это все действительно будет, скажем, очень ценным. И она брала на себя смелость, как в записках написано в ней, делать даже замечания самому Папе Римскому, то есть настолько, видимо, авторитет ее был непривлекаем в то самое время. И вот у нее очень много невероятных прописей совершенно, которые работают тогда, когда еще другое не помогает. Вы представляете? Работает. И вот Ото Вайберг, это главный фармаколог Германии, вот еще вот 25 лет назад, когда я 27 лет назад познакомилась впервые с ее наследием, он сказал вот так, если бы наследие Хельдегарт ничего не дало бы мне, а одну только единственную полынную рецептуру полынного вина, заодно это стоит поставить человечеству, поставить ей памятник. И дальше на низких страницах, что дает вот эта пропись майского полынного вина, что по воздействию на желудочно-кишечный тракт, как фармаколог говорил, на сегодняшнее время, на то время, в наших аптеках нет никакого фармакологического средства, которое по воздействию на человеческий организм, на желудочно-кишечный тракт, в частности, именно, могло бы соперничать. То есть именно вот так. Сама же Хельдегарт очень самопытно писала так. Это дословно прям. Все болезни человека от холодного живота. Если печь холодна, печь не сваришь. Здорово, да? Так просто-просто совершенно. А потому надо согреть, разжечь, возжечь. Огонь пищеварения, как для Айрведа говорит нам сегодня. Общее информационное поле, да? Айрведа. Германия двенадцатого века. Вот, она говорит. Есть очень простой способ. Возьми листья майской полыни, измельчи, выдави из них сок. Мне нравится. Процеди через кисельный платок. Я не знаю, это аромат какой-то. Процеди через кисельный платок. А потом свари вино. Свари вино с медом. Литр вино, 150 грамм меда. И потом добавь туда 50 миллилитров сокополыни. Остуди, храни в темном месте. И давай каждый третий день пей по ликерному стаканчику. И вот фармаколог говорит, и мы долго спорили с врачами, что такое в 12 веке и сейчас ликерный стаканчик. И что такое каждый третий день по ликерному стаканчику. Но вы все-таки сделали и пришли к одному мнению. Я хочу сказать, терапия уникальна, конечно, по-своему. Здесь эту полыню можно и в сухом виде просто, не сок, а в сухом виде применять. И как, и что можно делать. Более того, если вы начнете не полынью заниматься, а просто листьями и березами. Банально. Ну какая же она банальна, береза-то? Да ну потому что мы ее видим, она, знаем, и вот она тут. Она чудеса делает. Если вы начнете только о березе думать и говорить, вдруг выяснится, что все говорят о березе. Все пишут только о березе, и другого одна береза. Весь мир говорит о березе. Потому что вот в этом эпизоде живете. А береза действительно уникальна. Она делает все. Желчегонная, мочегонная, противоопухолевая, содержит битулин, противотуберкулеза. Разные части березы, разные буквально ее возможности создают. Поэтому травничество уникальное. Сол березы, PH, как в нашей крови. Это я вот к ним как-то купила, почитала. Азот, кислород, углерод, лодород. И атом, что хлорофилл, магний. Если у зеленых растений оболить. А полынью пчел лечат. Видите как. Да. А кислых вот этих вот заболеваний. И добавляют, нет, желудочная, кишечная травка их. Видите как. Добавляют еще пижму туда. Так что, мои хорошие, приходите. А третья трава? Вы сказали три. Нет, я вам сказала только об одной. Я вам о полыне просто рассказала. Коснулась, коснулась. А три травы волшебных о них узнаете. На основании которых можно любой сбор сделать. И он будет сбор сами. Спасибо вам за терпение. Вы уже все. У вас возник период, когда вы уже все. Не можете. Спасибо вам. Секурок весь будет, потом надо отдыхать. Да. Да, это верно. Мозг не может так. Спасибо. Здесь надо понять, что мы преследуем. Какую цель. В некоторых случаях трава кипятится, в некоторых заваривается. Здесь в некоторых, скажем, только холодное излечение. И мы говорим, какие травы только холодным излечением. Не все активные вещества, скажем, у нас инактивируются при кипячении. А есть те, которые наоборот открываются. Для примера, смотрите, как вас зовут? Виктор. Виктор, очень приятно. Вот та лога наша. Долгое время нельзя заливать холодной водой. Вот это было. Вот тут. Вот так. Потому что нет. Пожалуйста, заливайте кипятком. Делайте. Ну, там другие качества будут полученные ее. Другие вещества. Но если хотите противовирусное действие, то заливайте только теплой, чуть теплой водой. Но не кипятком. И вот мы делаем исследование. Я беру и кипячу пять минут, десять минут, пятнадцать минут, двадцать, двадцать пять. Это с экспозицией. И вот везу это все в сумке, холодильнике, в институт. Все отгоняют, все это проверяют. Звонит профессор и говорит, сидишь или стоишь. Я говорю, что такое? Тридцать минут экспозиция. Палочка в кухне. Что это такое? Как? И тот же вопрос. Как ты думаешь, почему? Я говорю, явно какое-то дубильное вещество. Это дубильное вещество, которое раскрывается при высокой температуре. Типа галлой кислоты или что-то еще. Потому что мы привыкли, что дубильное вещество это дубит. И вот шкурки делает хрупкими, да, обычно. И можно передубить. И для клеток это, наверное, плохо. Как бы бывает, риски думают. Дубильные вещества, дубильные розни. Потому что бывает еще и так, что часть дубильных веществ просто необходима жизненно в наших клетках для укрепления клеточных мембра. Мыть. А какая-то часть именно, видите, как растворяет даже восковые оболочки. Так что это уже мы с вами как раз и разбираем. Где, когда, в каких случаях лучше делать. А бывает еще так, что человек худенький и с одним заболеванием, здесь уже восточная медицина включается, дает нам подспорье такое. И принцип ветра, как мы говорим, холод, переводят русский язык. Он перевозбужден в человеке. Нам необходимо равновесить, да, это состояние. Вывести из этого крайнего состояния террический организм. Мы эту траву не будем заваривать, мы ее покипятим. Мы будем ее варить определенное количество времени. А другому мы дадим заваривание. Понимаете как? Еще и вот эти моменты бывают. И главное начните. Как вяжитесь в море. А там будет все хорошо. Я даже кровохлебку хотела дать. Ну вот я про дочку, тут это, про кишечник, все это потом подойдут к вам. Заваривать. Вот как? Для меня, ну, у меня бабушка занималась травами, там. Жаль, что я ее тогда не слушала. Кипятит, например. Если вот она через мясорубку, это, конечно, но очень мелко. Нужно кипятить обязательно. Вот ей нужно заваривать. У нас есть спиртовое излечение. Это средство быстрого реагирования. Человек едет в ту же южную страну куда-то, в ту же Индию. Еще и везет с собой троих детей. Понятно, да, какой риск. Ну, сказали, едем и все. Тут хоть, так, давайте, ну, все. И масло зверобоя, и осока, и таболгу. Кровохлебку во всех видах. То есть это берет средство быстрого реагирования. Спиртовую кровохлебку, чтобы быстро накапать, ежели чего. Иногда воду пьем, и несколько капель туда кровохлебки заранее. Как бы или аир, или там что-нибудь. Дальше. Что еще? Берем порошковую форму. Поэтому кровохлебку, сготавливаем грязную, как вы говорите. Мы ее не моем. Мы ее просто режем, несколько раз через сито просеиваем. И, в общем, уходит вот это все. И она такая шикарная. Кто понимает, они все говорят, не мытой. Вот так вот. Того не надо. А есть мытое хорошо. В кофемолке мерится. И в порошке дается. Чтобы и это можно было сделать всегда. Вот удобная форма. Вы живете, вам заваривать негде там, правильно? Быстренько выпили порошочек, пошли. Все. Любые формы должны быть. А так, если вы дома, вот эта вот кровохлебочка немытая, без расчета, столовая ложка на пол-литра воды холодной. Берете, доводите до кипения, кипятите полчаса и оставляете там стоять. И она у вас там пребывает, мицелируется, как говорится. Все. Она здесь, вот тут, кстати, вот так же мы делаем еще и медуницу. Оставляем тоже там. Как в народе говорят, киснуть. Вот. Она не прикисает ни в коем случае. Но она остается до самого последнего глотка, пока вы бьете там. Это тоже святая Хильдегард. Потому что она в свое время писала, эмфизема ничем не лечится, как только медуницей. И вот главный фармаколог писал, в настоящее время, когда эмфизема практически ничем не лечится, считается неизлечимым, именно медуницей делает чудеса. Смотрите, хотя бы интересно, святая Хильдегард тогда уже описала то, что только после ее смерти через сто лет будут написаны. А она патогенез ревматизма описала. О, как интересно. То есть ей было дано. Так что это лучший вариант. И полчаса кипятите. И пусть она будет там. Она не прокисает, не делает. Она консервант, собственно, себе. С ней даже иногда, я где-то даже читала такое, что она как консервант для сготовки каких-то овощей, помидоров, кустов можно добавлять в банку, как многие аспирин добавляют. Ее можно не затеяться за счет неинтересных тоже. И спасибо вам за терпение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!